Всем привет, друзья! И сегодня мы с вами будем готовить много вкусных блюд. Так как мы вчера с мужем съездили в магазин, накупили очень много продуктов. И в основном в Корее все продается в охлажденном виде. Так что теперь я иду к своему холодильнику и буду готовить сегодня у меня по плану осьминог. Оджино поклым называется. Потом мичури аль, это перепелиные яички в соевом соусе. Это будет панчат. Если останется время закончить все салатиком для себя, купила вчера классный соус для салатов Цезаря. Я сегодня, как всегда, со своей группой поддержки. Ходжун будет мне помогать. Так что погнали! Первое, с чего мы начнем, приготовим вот таких вот осьминогов Оджино поклым. Он, кстати, очень дешевенький, всего лишь 5 чоников. Мы туда покрошим овощей. Холодильник мы вчера очень знатно затарили и овощами, и фруктами. Первое, что нам нужно, хорошо подготовить и вымыть этих осьминогов. На самом деле, немножко так страшненько все это выглядит. Особенно нужно хорошо промыть шубальцы, потому что там много песочка, всякой гадости. Я прям чувствовала. Подготавливаем овощи. Нам понравится добиться морковка, 2 перчика острых, капуста и лук. Далее, что нам нужно, это разрезать осьминожка вдоль. Разрезаем его вдоль. И вот эту часть, конец, ее тоже нужно отрезать. И далее мы просто будем вот такими небольшими слайсами нарезать. О, режется достаточно трудно. Кусочки у нас получаются. Осьминога мы нарезали. Получился очень такой красивенький. Уже не такой страшный, как был до этого с глазами и ртом. И сейчас мы с вами приступим к нарезке овощей. Лук я буду просто нарезать полукольцами. Вот так. Морковку разрезаю напополам. Можно достаточно крупненько нарезать. У меня вот такие получаются. Вот так вот я нарезала морковочку, лучок. Теперь мы с вами пошинкуем капусточку. Я ее порезала вот так. И остался перчик. Пошинкуем перчик. Перчик тоже максимально тоненько просто. Ира, ситуация такова, что у меня нет толченого чеснока. И теперь придется это делать все самой. Мы покупаем уже такой очищенный чесночок. И здесь сейчас я уберу головки. И просто в блендере его перемельчу в такую кашицу. Чеснокодавилки у меня тоже дома нет. Я очистила эти попки, сложила в блендер. Сейчас мы это все переблендерим. И потом просто в сухую емкость сложу. И в холодильник. И можно будет пользоваться. Основа соуса для Ожинопокун. Это у нас Кочуджан. Которого осталось. Кот наплакал. У нас мама его делает сама. У меня там есть еще магазины. Так что придется миксовать. Потому что я не думала, что здесь настолько мало осталось. Какой он ароматный. В холодильнике еще один Кочуджан. Так что все нормально. Все под контролем. Так, теперь этот чесночок я приложу в чистую емкость. Для приготовления соуса нам понадобится 2 ложки перца. У меня вот такое крупного помола. Ровно 2 столовые ложки. И 1 ложку чесночка. Как все ароматно. Аня, нам понадобится соджик. Я не поняла, а где соджик? В наличии имеется. Друзья, любите пить соджик? Пишите обязательно в комментариях. Если честно, я вообще не фанат. У меня прям... Ну, на запах еще нормально. Но на вкус, мне кажется, это какая-то водка, разбавленная водой. Вообще не понимаю, как это можно пить. В общем, я вообще соджик не пью. Нам всего лишь 2 ложки соджика нужно. И 2 ложки соевого соуса. Ну и самая важная паста Кочуджан. Нам понадобится 2,5 столовые ложки этой пасты. И далее мы с вами эту красоту перемешиваем. Вот такой красивый соус у нас получился. А аромат... Для Одина Поком подготавливаю вот такую большую сковородку лоб. Ну что, Иджу, ну что ты плачешь? Включаю огонь, нагреваю ее. Немножко в разогретую сковородку добавлю маслица. Капельку. Чтобы обжарить овощи. Поназакидывала сюда еще сверху перца острого. Его надо вообще в конце добавлять. В общем, я закидываю овощи в сковородку. Морковку, капусту, лук. Все вместе сразу. Кроме вот этого перца острого, его в конце нужно добавлять. Овощи нам нужно слегка обжарить, минутки 2 примерно. Еще у меня немножко обжарились, объем ушел. Сейчас я немного ставлю огонь побольше. И сразу туда же мы добавляем наш соус. Если соус получился не слишком жидкий и для жарки не хватает вот этой жидкости, да, овощи мало дают сока, то я могу еще добавить немножко водички, чтобы это все посочнее было и ничего не горело. И все перемешиваем. Перемешиваем. Капуста и лучок дали сок. Я все обжариваю. Теперь можно добавлять вот этот зеленый острый перец. Вот так вот будни материнского. Все надо уметь делать одной рукой. Далее, когда вы уже видите, что почти все приготовилось, уже конец, мы подходим к концу, мы берем кунжутное масло. Кунжутное маслечко у нас домашнее. Мама тоже делает немножко кунжутного масла, тоже для вкуса. Наверное, где-то пол столовой ложечки. И в завершение добавляем еще кунжутных семечек. Немножко блюда, которое еще до сих пор у нас жарится. И потом при подаче тоже можно кунжутными семечками посыпать, так будет красиво. Это с двух осьминожков не так много получилось. Такой вот маленький контейнер. И я себе отложила. Сейчас будем с вами пробовать. Что у нас получилось? Ребята, огонь! Осьминог прям во рту тает. Да, кстати, сахар нужно не забывать ложить. Он прям вкус хорошо раскрывает, вкусно очень. Сладости вообще не чувствуется почти. Но это остро. Если кто не любит остроту, вот этой кочукару, перса красного, просто поменьше ложите, прям чуть-чуть совсем. Потому что это остро. Но если это кушать с рисом, зайдет прям. Я, знаете, когда к мужу маме приезжаю, я постоянно наброшу, чтобы она сделала очень опуху. У нее очень классно получается. Овощи тоже не советую слишком долго жарить, чтобы они как размазня не были. Если овощи будут немножко хрустеть, это будет вкуснее. Я что-то пережарила немножко капусту. Но морковка классная. Морковка хрустит. Ну и сейчас, друзья, мы с вами сделаем очень простой и легкий панчан из перепелиных яиц. Я покупаю вот такие очищенные, уже сваренные в упаковке. Можно уже купить в супермаркете готовые. Это мичуряль чурим вроде называется. Мичуряль чанчурим это называется. Это просто будут перепелиные яички в соевом соусе маринованные. Вообще просто обалденно. Можно еще добавлять говядину туда, лук. Я сделаю очень самый, наверное, невероятно простой вариант. Просто перепелиные яички маринованные в соевом соусе. И вы это даже можете сделать в России, потому что я знаю, что в России мало соусовка есть, люди это продают. И какие-то корейские панчаны тяжело сделать, но это легко. Вот. Сейчас мы откроем эти яйца. Я их промою хорошенько. Понадобится это соевый соус, сахар, толченый чеснок и вода. Воду наливаем в ог, в сковородку. Мне удобнее в этой сковородке готовить. Включаем огонь. Целый тазик яиц у нас получился. Я отложу несколько, потому что хочу сделать сегодня салат Цезарь для себя. Муж у меня такой не очень ясный. У меня где-то здесь примерно, наверное, 40-45 яичек. И водички не надо много наливать. Я налила всего лишь 500 миллилитров. И когда вода закипит, будем добавлять яйца. Все, вода у нас закипела. Я закидываю яйца. И добавляю соевый соус. Наверное, это будет... Я все делаю на глаз, но я для вас померю это дело рюмочками, наверное. Чтобы вы тоже знали. Наверное, две рюмки. Я две рюмки наливу. И попробуем по вкусу. Или одну рюмку. Сейчас посмотрим. Одна рюмка соевого соуса. Полторы рюмки. Полторы рюмки соевого соуса. Вообще. Вот как надо прям. Но там можете смотреть по вкусу. Главное, чтобы не сильно соленое было. Две столовые ложки сахара добавлю. Вот так. Две столовые ложки сахара. И одну столовую ложку толченого чеснока. Я сюда сейчас залезу, эта ложка. Вот так. Чесночка можно побольше, так вкуснее будет. Можно еще сюда добавлять перчик красный. Свежий, порезанный. Или вот зелененький, который я добавляла в очно-покров. Но так как у меня старшая дочка любит кушать эти яички, поэтому я острые не делаю. Вот такая у нас водичка. Все это я варю минут 7. Потом переливаю, когда это немножко остынет, в контейнер. Также заливаю этой водичкой и кладу в холодильник. На следующий день, когда это все пропитается этим соусом, яйца еще вкуснее. Ну вот, наши яйца сварились. Сейчас я буду перекладывать в стеклянный контейнер. Такие вот яички в соевом соусе. Я считаю, что отличная закуска. Очень красивые. Я их переложила. Сейчас еще залью водичкой, закрою. И можно, когда остынут в холодильник, завтра они будут еще вкуснее. Для цезаря я взяла куриную грудку, разморозила ее. Я, наверное, просто посыплю ее солью с травами, обжарю на растительном масле, потому что уже что-то я устала, не хочу заморачиваться сильно. Такой будет цезарь на минималках. Сейчас мы ее солькой промажем. Немножко капельку маслечка на сковородку. И обжарю ее с двух сторон. Под крышкой. Думаю, чего не хватает? А я же сухарей еще не сделала. Вчера купила хлеб. Такой беленький. Сейчас я тоже нарежу его. И в духовочку сухарики сделаю. Я приходится торопиться. Тоже сдобрю это все солькой, с травами. Можно еще добавить чесночок, немножко маслицы, да, наверное. И запечь это в духовке. Хотя бы я, блин, нарезала. Сухарики я отправляю в духовку. Пока там возилась салатом, эта духовка просто на разогреве 200 градусов стояла. Она даже только разогрелась, они сразу почернели, видимо, на самый верх поставила. Ну ладно, что, уже будут такие сухарики. Вот так вот всегда, когда торопишься, все валится с рук, и ничего не получается. Отороплюсь, потому что муж уже позвонил, сказал, что они с Наюной уже подъезжают к дому. Мы сейчас уже будем кушать. Все очень красиво получается, такая зажаристая. Нарезала, отправляю их в салатик. И тоже нарезала. Теперь наша курочка. Курочка красавица. Ну все, салат за 3 минуты готов. Осталось потом положить сухари. И соусом я заправлю. Я купила вчера такой соус классный. Вот такой сырный для салата. Ой, и сыра, кстати, у меня тоже нет. У меня есть только сыр пармезан. Пармезаном посыпать потом. Посыплю пармезаном, соусом, и все будет готово. А еще одну курочку оставлю на завтра. Завтра, если тоже захочу салатик, порежу, все сделаю. Тут у меня как раз еще яички остались. Так что все будет классно. Вот ужин для корейского мужа у нас получился. Эту курицу мы вчера покупали в магазине. Я что-то захотела. Вот половину съела. Обязательно суп, рис. Салат мой зацените. Это у нас Оджина Поком, который мы с вами делали. Мичуриаль. Это мама дала баклажаны, сделала. Это тоже мама делала. Это уже моих рук дело. Белого нам аппетита. Спасибо, друзья, за просмотр. Обязательно оставляйте свои комментарии. Жду от вас лайк, друзья. Увидимся с вами в новых влогах. Всем пока.